Районный смотр конкурс проводится в целях совершенствования системы патриотического воспитания учащихся. Основные задачи конкурса это приобщение детей и молодежи героической истории российского государства и подвига народа в годы Великой Отечественной войны. Проверка уровня основных навыков и умений по строевой и физической подготовке, а также развитие творческих способностей детей и укрепление связи между поколениями. Дорогие ребята, вы присутствуете при историческом событии. Вам очень повезло, что вы являетесь свидетелями жизни сегодня еще живущих ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Я уверен, что каждый из вас передаст из поколения в поколение память о тех далеких событиях, память, которые сегодня наделяют нас наши замечательные участники и ветераны Великой Отечественной войны. Ученица Витновской школы номер 4 Оксана Степанян, командир отряда «Патриоты России», подошла со всей ответственностью к возложенной на нее задаче. Конечно, при выступлении надо быть уверенным, не показывать страха. Это не первый раз. Мы же еще около девятой школы выступали. Если честно, около девятой школы не так было страшно, как здесь. В районном смотре строя и песни принимали участие все школы Ленинского района. Это дети разных возрастов, ученики с третьего по одиннадцатой классы. Для школ Ленинского района это уже традиционное мероприятие. Раньше оно проводилось ежегодно, 19 мая, пометуя этот день как день пионерской организации. Проводился слет детских и юношеских организаций района, где один из элементов был смотр строя и песни. Но в этом году к юбилею Победы решили организовать мероприятие на открытой площадке в центре города. Дети хорошо подготовлены. Мы увидели, с каким трепетом и энтузиазмом они отнеслись, как они волновались и переживали, как переживали за них их родители, которые пришли их сегодня поддержать. Я думаю, что, наверное, нам стоит пересмотреть нашу традицию и с этого года проводить это мероприятие на такой открытой городской площадке, а не в школе, как мы до этого проводили, и посвящать этот праздник Великой Победе. Пока жюри подвозило итоги, для ребят была организована полевая кухня с вкусной солдатской кашей и сладким чаем. А также каждый желающий смог попробовать себя в таком ратном деле, как сборка и разборка автомата. Я хочу сказать спасибо ветеранам, которые воевали за нашу землю. Поздравляю всех с днём 70-летия Победы. Спасибо вам за то, что мы теперь можем. Ну, то, что мы не видели войны. Спасибо. Да, я хочу всех поздравить с днём 70-летия Победы. Хочу пожелать, чтобы вы не забывали никого, никогда. Никто не забыт, ничто не забыт. Первые места в конкурсе заняли. Среди старших групп – видновская школа номер 6, средних групп – видновская школа номер 5 и среди младших групп – развилковская школа. Также ветераны выделили команды видновских школ номер 2 и номер 9 и команду молоковской школы. Все шесть команд из этих школ 9 мая примут участие в праздничном параде, посвященному 70-летию Великой Победы. Продолжение следует...